Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Поздравляю всех с участием в конкурсе и также организаторам конкурса выражаю благодарность за то, что они предоставляют вам возможность участвовать и проявлять свой талант. К моему вниманию на этот раз было предоставлено 245 работ, 51 сезон. И сразу же начну свою видеооценку с названия имен участников, работы которых я оценила максимально в 9 и 10 баллов. Сразу же приношу извинения, если вдруг чье-то имя будет произнесено мной неправильно. Начинаю. 9 баллов. Альбина Мартынюк, пейзаж. Эльдос Азаматули, 9 баллов, портрет. Ханна Хушайл, портрет, 9 баллов. И вторая ее работа, мы оценим на 10 баллов. Ханна Старостина, пейзаж, 10. Хелена Фагова, 9 баллов, 2 работы, пейзажи. Ирина Исаярви, 2 работы, 10 баллов. Ирина Арен, цветы, 9 баллов. Особо отмечаю имя Чубей Кадамбини, 2 работы, 10 баллов. Маргарита Пилипченко, 9 баллов. Городской пейзаж. Маргарита Тущенко, 3 работы, 10 баллов. Мария Клеридес, 10 баллов. Марина Лутаенко, 10 баллов. Молоткова Анастасия Оксана Мартыненко, 10 баллов. Олена Вовченко, 1 из работ, 9 баллов. Пейзаж, 2 работы, 10 баллов. Ольга Аврина, 9 баллов. Султанова Кристина, особо отмечаю это имя. 10 баллов, 2 работы. Татьяна Филиппович, 10 баллов, 4 работы. Ксения Степе, 10 баллов, 3 работы. Елена Фолковский, 10 баллов, 3 работы. Круг Елена, 9 баллов, Акварель. Особо отмечаю имя Светланы Вебер, 10 баллов, Абстракция. И Юлия Гурская, 10 баллов, 2 работы, Абстракция. Особо отмечаю, значит, эти работы покорили меня своим мастерством. Хотя поздравляю еще раз всех участников и отмечаю достойные навыки, знания, умения. Сегодня моя видеооценка и критика, мое мнение, эти мои оценки, которые я на этот раз поставила, будут объясняться одной притчей о художнике. Почему? Так как, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы немножко понимали мой подход к оценке всех работ в очередной раз. Я объясню, и вы поймете, как только услышите эту притчу о художнике. Нарисовал художник две картины о человеке со всеми его делами и помыслами. На одной была у человека голова поднята к синему небу, над которым стайкой кружились птицы. Вокруг природа открывала свои просторы, и все, что есть хорошее в человеческой сущности, обнаруживалось в этой картине, даже неискушенному зрителю. На второй картине взгляд человека был опущен на землю, где скрытым образом находилось золото, драгоценные камни и прочее. Природа прятала их, но человек был непреклонен в своем стремлении завладеть ими. Лицо его было озабочено желанием, несмотря на то, что в синем небе так же кружилась стайка птиц и расцветала природа. Все порочные качества обнаруживались в этом человеке, если не сказать точнее, были выставлены наружу. И первая, и вторая картина были мастерски нарисованы и поражали своей реальностью. Неудивительно, что художник не мог решить, какая из них лучше. Проведя в сомнениях много дней, он решил подарить их правителям двух городов, которые восхищались его прежними работами. Дары были приняты с почестями, ведь художник был широко известен, и помещены в залы, где каждый житель мог в любое время любоваться ими. С тех пор прошло немало времени. Художник состарился и перед смертью захотел еще раз взглянуть на свои картины, чтобы хоть теперь решить, какая из них лучше. Первым он посетил город, где находилась картина, изображавшая человека с поднятой головой. Жители сразу узнали старого художника, были рады встрече. Лица их были приветливыми и доброжелательными. Обилие цветов и чистота улиц приятно удивила художника. Город словно обнял его своей добродетелью. Счастливо проведя в нем некоторое время, он отправился дальше. Всю дорогу он пребывал в прекрасном настроении, но едва переступил главные ворота города, где находилась вторая картина. У него украли кошелек. Затем огорчили обманом на улице и ни разу не улыбнулись в ответ на его приветствие. Его картина продолжала висеть в зале на всеобщем обозрении, но никто не вспомнил его самого. Люди в городе смотрели на их знакомство с подозрением, и никакого желания оставаться в нем у художника не возникло. Немало огорченный, увиденным, он покинул город. На этот раз его путешествие не было одиноким. В дороге ему восстречался попутчик, который был так, как и он стал. Отдыхая в тени дерева, художник рассказал ему о своих картинах и о том, что увидел в городах, куда они были отправлены. «Не стоит удивляться, друг мой», — ответил попутчик. «Любой художник должен понимать, что он рисует не картины, а миры, в которых потом будут жить его почитатели. Чем выше его мастерство, тем больше почитателей и больше его ответственность за их судьбы». Художник определяет быть нарисованному миру добрым или злым, добродетельным или порочным. Сарик умолк, но затем положил руку на плечо мастера и добавил. «Никто не может решить за настоящего художника, что рисовать. Так же, как и никто не может освободить его от ответственности за мир, который он создал». Здесь, наверное, и понятен мой подход к оценке работ участников нашего конкурса. Рада была в очередной раз встрече с вами, видя ваши работы. Еще раз поздравляю с участием. И, дорогие друзья, до новых встреч и привет из солнечной Греции. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова